Добрый вечер. Вот сегодня день сбора закончился, и теперь наступила пора переработки. Сегодня у нас перерабатываем дождевики. Здесь их несколько видов разные. Ну вот эти вот небольшие, это скорее всего дождевик грушевидный. О, а есть у нас вот такие. Прямо вот так, вот пусть, я вижу, вижу. Вот это дождевик называется головач. Головач продолговатый. Головач продолговатый, потому что у него, видите, ножка такая длинненькая. Ну как бы нож, ложная ножка, да. Ну она не настоящая ножка, она ложная ножка. Он вообще такой, вот такой вырастает. Конечно, есть еще более вот этот грипп Лангермания, который там до 16 килограммов мечами таким большим. Ну у нас не водится. У нас такой не водится. Что в переработке вот именно этих дождевиков очень важно? Важно то, что они очень быстро портятся. Когда мы их собираем, срезаем, да, то они беленькие, красивые, внутри мякоть белого цвета. И приспособились мы ножницами старичек, потому что они очень такие, как пенопласт, немножко ватные даже. И ножиком их довольно трудно срезать. О, но дело в том, что мы пока ехали, пока везли, пока тут покушали, а грибы-то все лежат, процесс-то идет. И получается, что они становятся мягкими, некоторые из них, уши, которые вот того и гляди созрели. Мы их, когда срезали, были нормальные. Они вот становятся влажными, мягкими и меняют цвет. Даже вода копает. Вот, так вот, качество грибов зависит от нынешней, от настоящей переработки. Причем не жалеть, выбрасывать. Вот он уже все пожелтел. Это бессмысленно его сушить. Почему? Сейчас он в сушилке еще будет чуть-чуть постоит. Все, они превратятся просто в пыль и испортят все остальное. Конечно, испортят все. Вот, можно такие вот, видите, они немножко мягковатые. И надо посмотреть, как он будет. Ну, нормальный, белый. Вот, режем на пластинки. Пластинки толщиной примерно сантиметр. Вот, вот на такие сеточки. А зачем мы режем на пластинки? Дело в том, что, когда грибы порезаны, нарушается их кожа, которая не дает им высохнуть. Ну и какой-то вид более товарный. А потом все равно, когда ты варишь или жаришь, все равно ты варишь. Да, но самое главное, чтобы они быстро высохли, как можно быстрее. Вот эта внешняя кожица, она не дает влаге уходить. Вот. Процесс там происходит, все это и дальше. В сушилке там температура возрастает. Вот эти вот сумчатые грибы, у них все внутри происходит. Ничего не видно. Вот. И вот это очень важно. То есть, основной принцип. Безжалостно. Вот малейшее... Да, вот видите, все, они уже испортились. Никак нельзя. Да, это все выкинется. Все выкинется, естественно. Все выкинется. Ну, скорее всего, это произошло, вот пока мы везли. Пока собирали, пока везли, пока туда-сюда. Вот время проходит. Вот он был белый. Видите, он уже пожелтел. И, естественно, что мы его развежем. Я думаю, что все. Да, все. Вот, он уже желтеет. Все, смысла никакого нет. Все мы его выкидываем. То есть, вот от этой безжалостной выбраковки зависит последующее качество. Но по качеству гриб очень интересный, ароматный, вкусный, деликатес. Просто такой вот изысканный. Ну, его мало кто собирает, конечно. Ну, да. А, скорее всего, из-за того, что очень много омороки. Мы вчера начали собирать дождевики. И они вот только пошли, еще были маленькие. Ну, и их уже где-то у нас литра 2 насушено. Да, вот сегодня ползали. Да, где, где сушеные-то? А, там на лестнице. А, а то хотела показать, как они выглядят сушеные. Ну, красивые, белые, чистые. Вот такие вот грибочки. Растут на полях. Фильм об этом есть, где они растут. Вот, мимо таких полей не проходите. Вот ждет очень интересная встреча вот с этим необычным. Да, и любят очень сосновые леса. Точнее, отдельные сосенки на поле. Молодые. Молодые сосенки. То есть, когда поле только начинает зарастать. Да, песчаную почву любят эти дождевики. Ну, и естественно, что этот деликатесный гриб в сушке, он почти не уменьшается. Что еще ценно? Он почти такой же. Вот, вот сейчас мы порежем на сеточки сушилку. И будет у нас дождевики сушеные. Сегодня 6 сентября 2015 года. Вот, спасибо.